Слушайте Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком... Вернее, мы не в студии Радио Болтком, но студия Радио Болтком соединила меня с режиссёром Мартиншем Мэйхе. Доброе утро, Мартинш. Доброе утро. Спасибо звукорежиссёру Евгению Копейну, который сейчас в Риге и нами рулит оттуда. А мы поговорим сегодня о театре, который полтора сезона ты сейчас возглавляешь, или полный один сезон. Получается полный один, пол сезона было в таком как бы есть и как бы нет. Это театр Йорикс, называется он сейчас так. Находится он в городе Резекне. Это довольно далеко от Риги, надо ехать три часа почти туда. Но жизнь там кипит, я бы сказала, потому что даже за этот пандемийный год, который прошёл, и ваш спектакль был выдвинут на премию, «Осенняя соната» был выдвинут на премию, который ты поставил на премию с «Пелманюнакт» прошлого сезона, который закончился так неудачно, там с 2019 по 2020 год, который был закончен так, оборвался просто, я бы сказала, и кланы, и всё оборвались в связи с пандемией. И вот этот сезон вы тоже ведь активно начали, вы начали его со спектакля «Чайка», новая постановка, премьера, сентября. Вы успели сыграть, я успела доехать и посмотреть. А потом опять всё прекратилось, но я так понимаю, что работа в театре продолжалась, и вы готовили какие-то новые спектакли для того, чтобы начать играть уже в следующем сезоне. И вот буквально на прошлой неделе вы сыграли блок из премьерных спектаклей, который вы сделали специально для показа вне театра на улице города, который называется «Мой сосед еврей». Да, такое есть. И мы давай с тобой обо всём этом поговорим, потому что мне кажется очень важным рассказать это не только для резекненской аудитории, которая, безусловно, является вашей основной для работы в театре, но учитывая всё-таки, что три часа – это не так далеко, некоторые летают смотреть спектакли в совсем другие страны и города. Далеко очень, аж некоторые летают через океан, есть такие любители театра или оперы, то до резекна можно добраться и посмотреть вот те спектакли, которые я назвала, и «Осеннюю сонату», и «Чайку», то, что я видела. И я надеюсь, что вы будете ещё играть этот уличный спектакль, про который мы поговорим ещё отдельно. Какие у тебя ощущения от этих сложных двух сезонов? Я бы сказал, что самое трудное – не то, что ты ничего не знаешь, но это, по-моему, в искусстве часто бывает, что ты должен всё время включать в свой компас и понимать, где ты находишься, куда идёшь и куда поворачиваться. По-моему, самое трудное – это для актёров, что они не могут играть, потому что их сущность – это играть. Мы можем репетировать, мы можем показывать друг другу и как бы играться с этим. Но если нету настоящего зрителя, тогда это очень-очень больно. И то, что мы пытались, мы пытались играть пару спектаклей в Zoom. Ну, каждый раз в живую. Мы не делали запись, мы каждый раз играли в живую. Я думаю, что каким-то образом там, конечно, качество снижается, но в то же самое время это даёт немножко то ощущение, что что-то всё-таки происходит. Я сам тоже играл в одном из таких спектаклей. И когда ты играл в Zoom, тогда ещё было это возвратное ощущение. Пару раз мы играли там, где школы мне было. Мы для школы больше играли. Где не было этого, где ты играешь в YouTube стриме, но там уже это было довольно ужасно, потому что ты играешь на камеры и вообще не понимаешь, что там в другой конце кто-то смотрит, смеётся, не смеётся, плачет, не плачет. И всё это такое, ну, как бы ты в темноте. Ну, как бы ты знаешь, что там ещё есть какие-то люди, но всё равно ты, 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 где они, что с ними происходит. А второе, да, что всё время нам приходилось, и сейчас ещё приходится все планы корректировать, как бы договариваешься с каким-то режиссёром, он может приехать, потому что он там, не знаю, как мы это называем, третьи страны, Европа не может ездить пока, или у него там, он сам что-то у него меняется в другой стороне, ну, как бы стороне, в его стороне очень, ну, даёт по мозгам, потому что ты всё время в таком маленьком стрессе и пытаешься понять, что как. но в таком, как бы, работать, конечно, немножко легче, потому что, если даже ты хочешь, к примеру, сдать, там, немножко на неделю продлить репетиторный этот период, нету никаких проблем, потому что зрителей же нет. Да, процесс превращается в... Ну, так, не ждёт. Процесс может превратиться в такой... А, нет, нет, нельзя, бесконечный нельзя, бесконечный нельзя, у меня, ну, как бы, всё-таки эти два, 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 два месяца, это как-то очень, ну, шли вперёд, в который это, как бы, ну, уже проблема. Ну, хорошо, тогда давай поговорим всё-таки о последнем спектакле. Вы его, когда готовили, вы уже думали о том, что ситуация такова, что в театре неизвестно, получится или нет. Вот я хочу тут вот что узнать. Вы это делали, исходя из ситуации, или вы хотели изначально сделать такой иммерсивный спектакль, который проходит на улицах города? Это я не хочу наврать, но я думаю, что первый, первый, этот, когда мы писали для ККФ-конкурса, ну, чтобы достать деньги, это было, по-моему, это ещё период, где мы верили, что коронавирус это ненадолго, ну, как бы, что это придёт, немножко все поболеем, и он уйдёт. и мы уже с самого начала хотели выходить на улицу, выходить, наш масштаб был немножко побольше, как бы, мы хотели центральную улицу, не знаю, сейчас или тогда, когда там же жили евреи, наверное, больше в то время, эту ладгал съел, которая, как бы, центральная улица была, мы хотели всю эту улицу охватить с одного конца до другого, но это поменялось, что в этой ситуации лучше быть немножко компактней, и у нас всё равно очень много людей там получается, по-моему, около 40 участников, тогда ещё было ещё плюс 10, точно, если даже не больше, и из-за этого мы сразу, ну, как бы, когда поняли, что это надолго, всё это, система с короной, то мы решили, да, что мы сразу идём туда, будем немножко компактнее, там мы можем и кто нам приходит, и что, как происходит, но с самого начала мы знали, что это будет на улице. Вот, я хотела именно это спросить, я скажу зрителям, слушателям нашим о том, что этот спектакль, он посвящён истории общины еврейской и в Везекне и вообще в Латвии вы упоминаете о том, как это всё начиналось и о том, как это всё было в течение 20 века, и в городе, в центре города, в старом, в старой части есть 10 небольших площадок, где работают маленькими либо соло, либо там дуэты есть, либо какие-то небольшие группы актёров, которые рассказывают действительно документальные истории, найдены в архивах, найдены происходящие с реальными людьми или какие-то исторические факты, или как в начале серии анекдотов, которые все очень любят из старого времени, там просто всплывали какие-то анекдоты, смешные песни, что-то такое, и рядом есть и смешное, и трагичное, и действительно такая история о целом поколении людей, которые потом бесследно исчезли, в середине 20 века, во время геноцида и Холокоста, и как это потом всё равно возродилось и снова живёт, наверное, не такими объёмами, как это было в конце 19-го, начале 20-го века, но тем не менее очень жизнеутверждающий такой спектакль. Этот спектакль имеет форму такого спектакля «Прогулки», который очень популярно вообще в Европе и в России стало за последние годы популярно, где люди переходят с одной площадки на другую, и вот этот сюжет выстраивается у каждой группы самостоятельно, потому что вы начинаете в одно и то же время, но каждая из групп зрителей на своей площадке, все проходят эти 10 сцен, слушают эти 10 историй, и в финале все соединяются на одной большой такой рыночной как будто бы площади, где объединяются в общем танцы и песни. Скажи, пожалуйста, насколько для тебя вот этот вот театр участия зрителей, театр иммерсивный, когда вы увлекаете зрителей даже рассказы, потому что кто-то идет фотографироваться к фотографу, кто-то там, я не знаю, что-то еще берет, да, там какие-то песни можно петь, какие-то слова можно писать на доске в классе. Насколько для тебя это был опыт ну как бы выношенный, да внешний, интересный, потому что в основном это делается, как я понимаю, там в рамках каких-то фестивалей или специальных проектов, что-то уже в Риге появилось, спектакли, прогулки, но для Резекны, конечно, это очень необычный формат. Ну, я думаю, для самого, ну как и Резекны, зрителя был очень как бы непонятный формат, ну то, что мы сейчас, кто приходит и кто покупает билеты, то я могу сказать, что большинство было не Резекнынцев, а приезжих, не знаю, с Риги, с Цессы, с Слепой, и как бы, наверное, это есть из того, ну с каким театром, кто вырос и что видели, но, по-моему, ну как бы, ну, я когда делаю спектакль, я всегда думаю, чтобы эта форма каким-то образом была вместе с тем, что мы рассказываем, и поэтому как бы это было очень органично идти на эту прогулку, и тоже это как бы рассеянная система, что ты ходишь и смотришь по разные места, и твой рассказ немножко меняется из-за того, какой ты видишь первый рассказ, но так как в этом спектакле нету таких, как это сказать, ну, в тексте или в сюжете нету таких, этих, как это по-русски, талы, а образов, которые происходят с одной, это проходит с одной сценой в другую, тебе не, ну, как бы ты не делаешь вывод, кто там, как бы из того, какую первую сцену ты видишь, ты просто делаешь, как бы, отчёт истории немножко иначе, и то, что я хочу сказать, что наша история, она идёт даже не с 19 века, а вообще с первого еврея, который приезжает в Розак, до сегодняшней, ну, почти до сегодняшних дней, когда мы все вместе там, 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 там танцуем в конце, и то, что там очень много документального текста или, ну, если мы говорим, там только документальный текст, и то, что мы пытались сделать, мы пытались его никаким образом не интерпретировать, и даже, ну, сколько можно, как бы, не играть, но мы играем, конечно, это театр, и мы инстеврируем со всем историю, ну, в конкретных местах, но это интерпретация, и почему мы не хотели никаким образом интерпретировать этот текст, потому что интерпретация в большинстве так, которые рождают всякие мифы, и поскольку еврейская жизнь вообще, как бы, ну, в этом пространстве постсоветском, в котором мы живем, очень мифологично, ну, она все время обрастает, продолжает обрастать, с очень многим мифом, в большинстве неправды, которые мы потом тиражируем, и таким образом рождаем все больше и больше всякого антисемитизма, ну, то же самое мы можем бороться на всякие другие, не знаю, национальности, религии, вещи, которые происходят здесь, потому что мы мифов не проверяем, если миф сказан, это миф, и мы с ним дальше живем, и поэтому мы, как бы, как бы, да, пытались это не делать, это, конечно, вызывает разную реакцию, и, но мы с этим, как бы, были готовы, ну, потому что реакция может быть разная, и у людях очень трудно, очень трудно менять свои, не знаю, как это, это не домыслы, а, ну, там, где мы живем со своими мыслями, это очень большой процесс, чтобы его менять, и я не думаю, что, ну, как бы, это даже не наша задача, ну, театр не должен, как бы, таким, но мы должны быть катализатором, да, да, в любую сторону, самое главное, что мы должны быть катализатором, которые находятся в каких-то вещах, и, ну, я надеюсь, что в ту сторону, в которой мы больше друг друга понимаем, это, конечно, не всегда срабатывает, но это наша задача. Ну, что касается реакции, я как раз была свидетелем, одна такой, как бы, неприемлемый, зритель, который не приемлил вообще никаким образом то, что ему было рассказано, у которого была своя очень четкая точка зрения, он тебе ее высказывал, довольно длительный кусок этого спектакля был такой реальный новый перформер. Да, он два из... сбоем своей парадигмы, которую он увидел в вашей спектакле. То есть его представление о том, как было, и то, что он увидел в ваших сценах, пошло в какой-то такой крутой диссонанс, что он не смог остановиться, решил все высказать. Но это же очень интересно, потому что... Но это есть... Это есть один из таких... Как сказать? Ну, то, что как бы... Из мифов, который был сделан насчет евреев, начиная с 1939 года, и как бы на то, что все евреи коммунисты и чекисты. И как бы... Он продолжает жить все дальше и дальше, потому что сразу большому никто этого не пытался как бы... Ну, раскрыть, открыть, ну, как это происходило, что это было, или почему там, например, после 1934 года Миша, ну, по сравнению и перед этим поступали в коммунистическую партию. Но там поступали не только евреи, и латыши, и местные русские. Ну, как бы... Потому что это был протест тому, что перевод, переворот, а не сюда. Но... А мы из-за этого сделали миф, что... А если мы так берем все латыши, которые... Большая интеллигенция, которая вообще сделала Латвийская Республика, они сначала все были левые. Потому что сделать независимые государства, которые бы... думала не только про элиту, но и про всех остальных, оно по сути немножко левое. Оно не может быть очень правым. Если он становится правым, тогда он уже думает о какой-то конкретной группе в стране, про которую он думает. И из-за этого... Да, и этот, ну, конечно, миф, который был рядом, что в Советском Союзе в то время все очень хорошо, все едины, как бы тоже работал, и поэтому всем казалось, давай вступаем туда. Но они все равно, это не было столько численно, сколько, сколько, ну, как бы, как это потом продавалось немецкими властями. и потом, ну, мы знаем, приходит советское время, там никто этого не будет, ну, как бы, отрицать, все будут говорить, да-да, это так было, они все были наши, ну, как бы, не евреи, а вообще, ну, мы стеряем там национальности, да, но, как бы, то же самое время до конца не стираем. И этот миф продолжает, и если он, сколько там получается, почти 80 лет мы строили один такой миф, то пока его разберут, пока историки начнут это говорить, смотреть, там то же самое время надо, чтобы мы его поменяли, то же самое на многих других мифах, которые живут насчет евреев. Но я хочу сказать, что ты же разрушаешь мифы Чехова тоже в своей чайке, в некоторых стихах. А, я? Не знаю. Ну да, знаете, установочную установочную историю, что если мы идем смотреть чайку, то мы идем смотреть вот ту, которая сделана вот таким и таким образом. Вот мне кажется, почему мне очень нравится твоя чайка, что ты действительно разрушаешь вот эти стереотипы по отношению к чеховскому тексту и делаешь его абсолютно современным. То есть ты делаешь историю чайки, которая происходит здесь, сейчас, в Резыкне, о людях, которые живут вдали от столицы, как бы близко к границе другой страны, о которой они тоже мечтают, потому что они думают и мыслят на русском языке. И это вдруг так прорывается в чайке и с такой точностью, с таким, как бы сказать, тут вчера просто у меня в Фейсбуке коллеги, мои друзья начали писать именно о чайке случайно о том, что эта пьеса вообще про женщин. И я написала, что вот приезжайте в Резыкне, смотрите, там реально действительно есть этот небольшой переворот о том, что вся эта история о трагедии женской в основном. Там можно приезжать, мы в августе будем играть в поместье, но как бы недалеко от Резыкне мы будем играть луз на 8-й час. Я не знаю, как это будет, это будет такой, ну вот там мы можем говорить, что это будет эксперимент, да, но я думаю, что мы влёмся там. Вы спектакль со сцены переложите? Мы сцены его убьём, да, и мы поставим в парк, в парк, да, да, мы в парке, там будут 3-4 места, где происходят действия. Не знаю, но пока это такая немножко мистерия, как это всё будет. Но если говорить по тому, по постановке, то я, наверное, у меня это хорошее как бы повезло, поскольку я видел много чая. Самое последнее видео, которое я смотрел, по-моему, был Бутусов, да, есть такой. Ну да, в Сатариконе он ставил, да, большую, шестичасовой спектакль, да. Да, и все чайки, которые я смотрел, они все были странные, так мы можем говорить, поэтому у меня не было такого, как бы, как сказать, представления, как классические, надо ставить чайку. Я видел чайку Кретакора, мой венгерский театр, это было что-то очень интересное. Потом я видел чайку, не помню, режиссёра тоже было что-то громадное, и они там, он умирал, вся сцена была в перьях до пояса. Я даже не знаю, кто умирал. А это было, ну это было такой «Вау!» в театр. Потом я видел и финского режиссёра, как его звали? Кристиан Смец. С бородой большой. Кристиан Смец? Да, Смец от чайку. Да, Кристиан Смец, да, да, где играл усок, старый усок и молодой усок, и старый усок играл Аркадину, и выходит молодой усок и говорит, «Мой папа мне, моя мама и мой папа». И как бы из-за этого они выходят, из-за этих отношений. Поэтому, да, поэтому как бы тоже игрались, ну, я делал, наверное, в этом случае. Я игрался с теми, всеми чайками, которые я видел, и в каких-то моментах мы его, их вставляли в спектакль, цитаты. Такие цитаты, посттеатр. Да, ну, как бы, выходя из того, из того, что Треплев хочет сделать новый театр, и поэтому мы как бы вставляли такие, они никак не выявляются, там они даже иногда настолько спрятаны, что это знаю только я, ещё может быть сценограф, но они там есть, и мы как бы тоже играем насчёт этого нового театра, где по-разному ставили чайки. Ну, и новых отношений между людьми, когда всё, что происходит, и новых отношений между людьми, как говорю я, когда всё происходит на глазах, то есть никто не притворяется, что кто-то вдвоём обсуждает что-то, а это, в общем, происходит в этом обществе, в котором в небольшом это всё находится, люди не уходят со сцены, это всё происходит всё время на глазах друг у друга, так как мы сейчас живём в этих соцсетях, это прям очень сильно перекликается, у меня такой отклик нашёл в душе, что действительно в жизни наша вдруг стала вот такой прозрачной и доступной многим, и мне кажется, что это очень хорошо там выглядит и звучит, как это маленькое сообщество, в общем, является свидетелями всех очень тонких личных отношений между людьми. Я бы сказал, что то, что мы видим, как бы, ну, и то, что мы там пытаемся тоже играть, и который доводит до смерти Треплева, что мы видим только в большинстве из этих, ну, можно сетей, или вообще всего-сего, как сегодня всё происходит, мы видим только наружную сторону, ну, как бы, мы всё время все вместе, мы друг друга видим, но до внутренней, до внутренней стороны, ну, как бы, мира мы в большинстве вообще не до конца другого. И сегодня тоже мы всем, ну, как этот анекдот, где я спрашиваю, ну, как тебе идёт, ну, как твои дела? И когда ты напротив спрашиваешь, ты точно хочешь знать? Да не, ну, и всё, ну, давай, всё, пошли дальше. Ну, как бы, это очень-очень сейчас работает, что мы как бы все вместе, но это только снаружи. поверхностные отношения такие очень. Да, глубоко. Ты заходишь в свою комнату, закрываешь двери, там умираешь один. Не в буквальном смысле слова, но иногда и буквально. ты просто исчезаешь для общества, да, и как будто бы тебя нет. Это как тоже сейчас становится ясным, что если, например, про события, которые случились, не написано в соцсетях, не сказано, в Ютьюбе ничего не появилось, то его как будто бы тоже и не было. То есть, если даже оно собрало очень интересных зрителей, людей, обсуждение было хорошее, до тех пор, пока это не появилось в интернете, этого не существует. Такое странное появилось качество у нашей жизни. Мы воспринимаем всё почему-то через экран в авторичном режиме. И оно очень быстро и пропадает. Поэтому, поскольку в этом экране это появляется и уходит, мне кажется, что иногда те вещи, которые не появляются на экране, но всё равно происходят, они происходят, они происходят параллельно, и в большинстве они происходят как бы даже качественнее, чем... Потому что они имеют подлинность, настоящесть такую, взаимоотношения между людьми, мне кажется, это очень важно. Хорошо, я хочу тебя ещё вот о чём спросить. Ведь твоя работа это не только работа в Резекне, хотя она занимает сейчас большую часть твоих планов, мыслей, идей, и всего остального, но на днях уже в первые выходные августа в городе Валмира будет проходить летний фестиваль, и в прошлом году там была показана твоя премьера, которая теперь переместилась в театр, играется в театре, это спектакль по пьесе, не собранный из документальных, а просто по пьесе, это лейтенант ирландский ирландский драматург, очень популярный, Макдонах, которого, наверное, широкая аудитория знает по кино, которое он снимал, это последний его фильм, три билборда на границе штата, не помню сейчас какого, извините, но я думаю, что многие смотрели этот фильм, и вообще многие слышали про имя Макдонаха, потому что он действительно очень популярен, много всего интересного вокруг него можно рассказать, но ты придумал очень интересный спектакль, вы играли в прошлом году, его год назад на фестивале в Валмере на улице, сейчас он перебрался уже под крышу театра, играется там на малой сцене, я так понимаю, да? Ничего много не потерял насчет этого, да, да, но сейчас в августе театр опять его будет вывозить на улицу в Валмере будем играть, но в Валмере играли перед этим, потому что это была собственность, куда нас пустили и разрешили делать это все сейчас, сейчас тоже в другом месте в городе, но попробуем опять на улице сделать, потому что как бы я не хочу говорить, что это лучше или хуже в театре или там, но это меняет какие-то нюансы, когда ты можешь на улице делать, я даже не знаю, наверное, убрать совсем контроль тому, что ты делаешь в плане этой физической, что мы там поставили, как это по-русски, даже не знаю, эту краску, которую мы там кидаем туда-сюда, и из-за этого актеры получают и эту внутреннюю свободу, что тебе не надо контролировать, да, 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 и ты можешь включать в полную всю свою жизнь. Там вообще весь спектакль просто он опрокидывает этим ощущением свободы актерской, когда они могут падать на землю, ползать, валять дурака, откровенно, вообще не стесняясь. Мне кажется, это так здорово, когда актеры это могут делать, получают от этого удовольствие. Это сразу очень отражается на зрителей. Вот я очень советую тем, кто нас сегодня слушает, посмотреть сайт Валмерского театра тоже и вот съездить на такой спектакль, который будет играться в каком-то из дворов в жилых помещениях. И, в общем, это тоже очень интересный эксперимент, когда спектакль живет параллельно двумя жизнями, я бы сказала, одна в театре в условностях и вторая в таком безусловном отрыве, абсолютно панковском, по-моему, у вас получился какой-то абсолютно панковский отрыв, причем для актеров всех поколений, там же и молодые ребята, и взрослые актеры, в общем, ведут себя примерно одинаково. Это значит, что мы все немножко дети и хотим играться по-настоящему. Ну, в общем, театр, мне кажется, есть это. Суть театра в том, чтобы себе вот в этом не отказывать в искренности эмоций, в наслаждении игрой и для зрителей, которые это все смотрят в этом соучастии в таком шоу. Серьезное оно, на серьезную тему. По-моему, самое трудное актеру поймать это удовольствие, потому что очень многие актеры, они как бы не слово правильные, но как это по-русски, они очень такие, даже на латышском уже не помню, но не хотят сделать, чтобы было хорошо. И это, это, это каким-то образом тебя сужает, и ты не можешь наслаждаться тем, чем ты делаешь, и ты боишься сделать какую-то немножко там ошибочку или что-то такое. А тогда, когда в этом спектакле, когда ты выходишь на улицу, ты же вообще не знаешь, но был спектакль, где собака пришла, посмотрела, тебя полностью выбивает, но это не твоя вина, эта собака, можешь уже с этого брать и играть дальше, или не знаю, у нас был спектакль, где во время спектакля яблоня взяла и упала, она просто сломалась из-за веса яблок, которые были, ты стоишь, они играют, и яблоня сзади так и всё упала. И это как бы тебе даёт ту возможность, что здесь нету возможности ошибиться. Ну, я вообще считаю, что такая немножко свобода, которая есть, спектакль, который ты даёшь актёрам, где они могут в хорошем смысле слова импровизировать или быть свободными, даёт свободу самому спектаклю. Потому что, ну, я понимаю, можно из актёра делать немножко такого робота, машину, потому что у них есть такие навыки, и они каждый раз всё сделают так, как есть. Но тогда ты убиваешь эту жилую, жилу, с которой он приходит на работу. Он же приходит, не знаю, дома там, поссорился с ребёнком, или у него там перед этим был, не знаю, классный секс с подругой. Это всё надо выставлять, ну, не прямым образом, но это надо, это даёт жизнь, жизнь спектаклю. Потому что, если мы совсем отсоединяемся от реальности и просто играем это в чёрной коробочке, то, ну, тогда берём куклы, делаем механизмы, и они всё сделают конкретно и каждый раз по секундам. А театр, тем и хорош, что он каждый раз новый. Да. Ну, давай мы тогда на этом закончим, наше время подошло к концу. Спасибо тебе большое за разговор, напоминаю, Мартин Шейхе, руководитель театра в Резекне, и режиссёр, который работает и в Риге, и в Валмере, и в Цестисе, и в разных городах, следите, пожалуйста, и очень рекомендую посмотреть те спектакли, о которых мы сегодня с ним поговорили. Спасибо. Спасибо большое. Студия Болтком. Всего доброго. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком.